Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Алексей, попрошу вас, может быть, обратиться к нашим телезрителям с напоминанием о прямом эфире. — С удовольствием это сделаю. Мы, как обычно, выходим в прямом эфире. Мы сидим в живой студии с живыми людьми. У нас самый непосредственный случающийся прямо сейчас разговор. Мы приглашаем вас к нашему разговору. Напоминаю, что темой или таким сектором, спектром для нашей передачи являются вопросы, если формально как-то говорить, то вопросы психологии, психотерапии, человеческих отношений. — Причем в основном не в заоблачном каком-то формате, не в клиническом смысле, хотя мы в эту сторону тоже уходим. — Ну, в последнее время мы в большей степени говорим, наверное, о бытовой такой психологии, о бытовых каких-то взаимодействиях. Ну, если пользоваться медицинским языком, возможно, мы говорим о профилактике, кому важно это услышать. То есть мы говорим о чем-то, что присутствует в жизни людей и что иногда является трудностями, проблемами и может перерастать, а может не перерастать в какие-то клинические, медицинские вопросы. Мы ждем ваших звонков, телефон. — Телефон в студии 202-11-22. Во время программы он появляется на ваших телеэкранах. Звоните. — Да, и мы действительно снова собрались в эту какую-то безумную продолжающуюся жару, которой окончания, кажется, не будет. Вот все, по моим ощущениям, застыло. Я застыл, я не знаю, все вокруг застыло, как муха в раскаленном таком винтаре. — Алексей, у нас звонок не будем заставлять телезрителей долго ждать. — Да. — Алло. — Покажите вас, как вы. — Алло, здравствуйте, вы в эфире. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Представьтесь, пожалуйста. — В выходные дни смотрела три дачи. «Привет, Андрей» называется. И вот показывают богатство артистов, писателей, тренеров. И показывают, какие у них дачи. С бассейнами, с фонтанами, с деревьями. И за границей привозят различные растения. И думаю, зачем вот, извините, грубо сказать, людей бесит. Вот я простой пенсионер. Мне за 70 лет. Я 38 лет поработала на заводе, да. Получаю, извините, пенсию нищенскую, пара такой житель, да. И дачу имею на Алексеевском мотиве. Маленькую. Где все рушится и денег нет. И зачем показывать, извините, бесите в день, вот такое превосходство. Зачем? Специально что-то в государстве показывают? Что у людей психоэффицические состояния? Состояние происходить, а? Я прям погрущена. А как вас зовут? Нина Федоровна. Нина Федоровна, да. Ну, кстати, Нина Федоровна, а ведь вот эти богатства не вот только что начали показывать? Их уже в течение какого-то времени показывают? Или что-то изменилось, на ваш взгляд, вот в подаче этих богатств по телевидению где-то еще? Хочу сказать, не то что вот на ваш взгляд, а вот много лет назад в газетах была такая статья, в аргументах фактов, где приводилась вот такая, я даже никогда не знала, вещь, что в Америке три института ведут различные разработки, как уничтожить Россию психологически. Вот я так думаю, что вот это вот телевидение, оно тоже очень психологически, вот такие передачи влияют на состояние психического здоровья простых людей, простых, которые могут себе позволить лишнего что-то приобрести. Не то что такие богатства, сосны, лес, 65 соток леса. Может быть, даже и больше там, Нина Федоровна. Спасибо, спасибо вам за вопрос. Такие дома, все, это ужас, откуда у людей только денег? Ну да, спасибо, спасибо. Смогли бы тогда ими показывать, что они так живут обеспеченные, и они что-то достигли, а я простой человек, да, ноль, ноль. Нина Федоровна, ваш вопрос к нам заключается в том, чтобы мы попробовали ответить, почему это показывают на телевидении, или вот, может быть, вы еще что-то хотите спросить у нас? Да, вот мне хотелось бы сказать, даже нежелательно, ну да, вашей души, это не только мое мнение, я поговорила с женщиной, пожилыми, как я, вы говорили, говорит, да сейчас осмотреть-то уже все противно, показывают, сколько кто денег получает, кто за миллион путевку, Василия Волтартирска купила за миллион путевку куда-то отдыхать, а тут скоро денег, на дачу не хватит, доехать. Спасибо, Нина Федоровна. 300 тысяч, спасибо, получает за один спектакль. Хорошо, Нина Федоровна, спасибо, спасибо. Выживая получила сейчас за спектакль 500 тысяч, а? Да, спасибо за звонок, этот звонок для меня одновременно... Ну, очень эмоциональный. Ну, безусловно, я думаю, что когда, Лен, вы спрашивали, что вы хотите спросить, ну, наверное, хотела скорее Нина Федоровна сказать, нежели спросить. То есть там был вопрос, зачем это все, да, но вопрос сопровождался таким эмоциональным выплеском и выдохом. И мне кажется, Нина Федоровна озвучила, ну, такой какой-то вопрос и, может быть, негодование, злость большого количества людей, да, которые, вот, может быть, подпишутся под этим вопросом. Ну, видимо, это звезда сегодняшней нашей передачи, и если у кого-то есть ответ на вопрос Нины Федоровны, я думаю, что вряд ли этот ответ, ну, одинарный, да, у кого-то какие-то размышления. Как это на вас действует? Вот, наверное, может быть, действительно о том, как это на вас действует, когда вы об этом смотрите, почему вы смотрите, зачем вы смотрите, а мы с Еленой тоже попробуем что-то по этому поводу поговорить, обсудить, да, вы что-то сказать хотели? Да, я хотела сказать, действительно, чем-то обусловлено разное восприятие вот этой информации, которая из телевидения, что я имею в виду, то есть одни люди совершенно спокойно могут смотреть на вот эти богатства какие-то, да, благо других людей и там обсуждение их зарплат, а кого-то это очень сильно задевает. Вот какая такая структура внутри личности или какая такая часть, как я услышала, она как будто бы, ну, не только возмущена, но она еще и обижена, вот эта часть внутри. Это очень такой интересный вопрос. Пока вы его задавали, я сейчас к нему приду, я подумал, что действительно к тому, что мы услышали, может быть, несколько, ну, там несколько, это целый комплекс вопросов, которые Нина Федоровна задала. Ну, мне кажется, то, о чем вы спрашиваете, почему некоторых людей задевает, а некоторых не задевает, возможно, потому что некоторые продолжают стоять на беговых дорожках, а некоторые уже с этих беговых дорожек сошли. То есть некоторые продолжают соревноваться, может быть, иногда вынуждены, да, в том, кто богаче, у кого больше участок, у кого, ну, и так далее, да, всегда можно найти. И сравнение себя с другими, да, оно, наверное, заведомо проигрышное. Но она, эта позиция обычно проигрышная, эта позиция, даже если ты, может быть, выигрываешь в чем-то одном, найдется всегда что-то, в чем ты проигрываешь. И вот эта позиция, она, конечно, всегда практически сопровождается, ну, наверное, когда ты достиг чувством превосходства, и, возможно, у наших слушателей, зрителей это есть, да, и нам знакомы эти ситуации. Но она также сопровождается чувством несправедливости, неравных стартовых позиций, зависти, гнева, злости, безысходности. Ну, это целый букет, наверное, какой-то, да, таких эмоций. Но вот это стояние на дорожках, я думаю, что, ну, это не моя мысль, но мне кажется, она вполне имеющая право на существование. Как-то мы вот, ну, хочется сказать, что время такое, но время же мы создаем. Люди, мы его поддерживаем каким-то образом, и интересно узнать, каким образом. Вот мы сейчас поддерживаем то время, где категории успеха, категории соревновательности, у кого машина, у кого дом и так далее. Это ведь не только наверху происходит среди олимпийских богов, да, ну, условно говоря, у тех, у кого миллиарды там или миллионы. Список Форбс, кто, у кого размер дачи какой, у кого какой размер бассейна, у кого, ну, и так, яхты у кого самая большая, дорогая. Вот. Но это дошло до... через все, так сказать, слои населения, через все слои нас, через все слои людей, и мы на своих микроскопических уровнях тоже бьемся. Но вот эта идея успешности, соревновательности, в которой никогда нет справедливости, в которой всегда есть подлог, всегда есть обман, всегда есть кто-то с бокового хода. И мало на телевидении звучит истории, где говорится или рассказывается о том, чем пришлось заплатить за этот успех. Ну, потому что, приходя к одной цели какой-то, мы все равно что-то теряем и в процессе достижения этой цели, и уже когда мы достигли ее. Ну, не знаю. Мне кажется, что, может быть, таких историй много. Смотря как сказать, стояние на дорожке – это ситуация непринадлежности самим себе, непринадлежности своему какому-то пути, своего какому-то взгляду. То, о чем я сейчас намеренно вывожу из экономических вопросов, то, о чем говорила Нина Федоровна, там явно есть экономические вопросы, там есть вопросы, я не могу заплатить задачу, она разваливается и так далее. Там сколько я зарабатываю, сколько они. Но в этой части, в экономической, я думаю, что мы мало что скажем, кроме того, о чем сказала Нина Федоровна. С деньгами туго, с деньгами беда. Наверное, нужно звать экономистов их спрашивать, нужно кого-то из правительства их, собственно, периодически спрашивать. Они периодически что-то нам говорят. Это те же самые наши люди, которые живут среди нас, да? Я имею в виду люди-экономисты. Но мы можем поговорить о психологической составляющей. Мы можем поговорить о психологической. Вот одна из психологических составляющих – это вот такое постоянное сравнение, я уже об этом сказал. Постоянное заглядывание. Ведь я не стал спрашивать, но об этом тоже, в общем, разговор. Зачем смотреть, зачем, ну, это так, если бесит, это раздражает, да, то что-то, что-то влечет в том, чтобы на это смотреть. Может быть… Алексей, у нас звонок, перебью вас, извините. Да. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Алла. Здравствуйте, Алла. Мне бы хотелось, вот вопрос, ну, может быть, не в том ключе, как спрашивала Нина Федоровна, Наталья Федоровна. Нина Федоровна. А про… Нина Федоровна, да, простой с ним. А про то, что, ну, вообще, ну, уместно ли делиться своими успехами или достижениями. Вроде, с одной стороны, хочется, а с другой стороны, да, может быть, бездарственным по отношению к другим людям. Или надо уметь спрашивать про их успехи и достижениями. Вот, ну, и, наверное, второй, как по аспекту этого вопроса, действительно, кажется, что не хватает информации, ну, в телевидении, например, ну, об успехах вот не только артистов, но и, там, не знаю, врачей, там, не знаю, стражителей, там, кого угодно. Угу. Спасибо. То есть ваш вопрос, Алла, заключается в чем? Насколько полезно делиться или узнавать, ну, делиться своими достижениями или узнавать достижения от других. То есть будет ли это бесплатным проявлением зависти или это, наоборот, ну, способствует, например, ну, не знаю, самооценке человека. Алла, а ваш опыт что подсказывает? У вас же есть какой-то по этому поводу опыт? Вот. Удавалось делиться и что-то слышали вы в ответ? Ну, я могу сказать о том, что часто бывает трудно делиться, как будто бы неуместно. Я думаю, что вот мое поколение, это поколение замена второго-третьего возраста, как бы нас учили не хвастать, не выпячивать. И, ну, как будто бы смотришь на более молодых, которые, ну, легче это делают. Вот. Поэтому непонятно. Либо нужно вот осуждать молодых, либо подтягивать. Осваивать вот это новое поведение, да, которое сейчас молодых трансляет. Да, да, да. Ну, немного преодолевая свои, ну, сформированные навыки. Алла, вот я слушаю вас и думаю, сразу такая мысль пришла. Мне кажется, часть ответа вы дали. То есть, если что-то второе-третье поколение, это примерно сколько? Ну, по возрасту у меня уже есть внуки. Ага. Вот. Я к тому, что если, вот, допустим, одно возрастное поколение, ну, его научили, что это делать не надо, ну, неприлично и так далее, то новое поколение, ну, допустим, ваш ребенок или там внуки, они сталкиваются с этим как с чем-то новым, у них нет опыта, ну, им ничего не передали. Я к тому, что сейчас, наверное, то поколение, которое мы видим, ну, их несколько, да, уже, если там от среднего посчитать, ну, что, новое украшение, новый бантик, и это, этим можно похвалиться. Я не знаю, новые какие-то накладки на машине, этим можно похвалиться. Ну, то есть, похвалить. Да, похвалить. Я имею в виду, что вот есть, может быть, здесь связь между тем, что бы не хвалиться ничем и хвалиться всем, чем угодно. Во-первых, это все погружено в понятие похвалы, да, и хвалиться чем угодно, это как будто, ну, просто исследовать эту территорию. То есть, вот у меня есть все, вот посмотрите, у меня то, все, пятое, десятое, ну, потому что никакой инструкции, грубо говоря, никакой традиции о том, как хвалиться или как предъявлять свои успехи, ну, может быть, не было передано. Вот такая какая-то идея, да, не было передано, потому что у людей более старшего возраста, ну, просто нет этих карт, нет этих инструкций, потому что им сказали, это делать не нужно. Да, и вот я еще думаю, что, ну, те, кто, как бы, вот этого покорения, условно, родителей сегодняшней молодежи, у них, вот, есть целая, ну, как бы, контингент, которые, ну, привыкли говорить об успехах. Это вот категории менеджеров, которые менеджеры по продажам, потому что их, в принципе, учатся говорить о преимуществах, о успехах, о том, о том, о том. Ну, то есть, и поэтому получается, что у нас успехи в основном, и вы тоже их называете, как, ну, достижения, как покупки чего-то, а не только как, а не столько, как достижения саморазвития, достижения, связанные, там, ну, с каким-то преодолением, ну, вот, достижениями в таком плане. Ну, да, достижения, связанные с личностным ростом, наверное, да, где я что-то узнаю, и что-то в моей личности развивается. Да, кроме вот финансового успеха, потому что как будто бы у нас финансовый успех стал, ну, главным, и, может быть, единственным мерителем успеха и эффективности жизни. Но эффективность и, может быть, присутствие в собственной жизни, мы сейчас, может быть, так огульно, ну, про какую-то, одну из центральных тенденций, да, ты есть, если есть у тебя счет в банке, там, я не знаю, да, или есть у тебя, если есть у тебя, дорогая машина, вот, мне симпатично об этом размышлять, вот, как раз с позицией того, какие у нас сейчас друг для друга предложены способы существования, кроме этого, да. Как можно быть еще, можно, ну, наверное, как-то и люди как-то еще существуют в смысле бытия, да, но никто о них не знает, вот, ты есть еще, если тебя знают, вот, здесь такие категории существования, да, ты не только богатый, но ты еще и, ну, знаменит в какой-то степени, да, если ты богатый, знаменит, ты есть. И, в общем, эти ребята прокладывают, как будто нам дорогу, нам на них надо смотреть, я не знаю, смотрите ли вы, смотрят ли люди вокруг, да. Да, и тогда Нина Федоровна описывает, что у нее мизерная пенсия, где-то есть дача, но ее нет тогда, она переживает, вот, одно из ее чувств, что ее нет. Да, если бы, вот, например, ну, допустим, показывали бы передачу, где вот эта обычная простая женщина выращивает, ну, какой-то прекрасный урожай, там, или какой-то редкий, там, сорт, или там, ну, не знаю, там, ну, что такое делать, в принципе, у каждого человека же есть, ну, что может сделать его, ну, вернее, делать его жизнь интересная. И делать его уникальным, да, этого человека. Да, уникальным. Ну, вот, наверное, да, сейчас подошли к этой формуле, я думаю, что она на текущий момент вполне, для меня, по крайней мере, рабочая. Если телевидение и медийное пространство – это зеркало жизни нашей, то я смотрюсь в это зеркало, как врач, например, и меня там, ну, с мизинец, и только сейчас, когда есть ситуация с ковидом, она пройдет, и про врачей, ну, например, забудут, да. Нету Нины Федоровны в этом телевизионном пространстве. Я не знаю, Алла, вы есть в телевизионном, есть ваше отражение в медийном пространстве? Вы там существуете, вы себя там не хотите? Вы знаете, я психолог, и нашла внезапно неожиданное отражение психологов и, как бы, значимость их работы среди стендайперов. Многие из них говорят о своих проблемах психологических и говорят о том, что они ходят к психологу год-два. В общем, неожиданная такая, вот, как бы, не пропаганда, а популяризация психологической помощи произошла вот в телевизионном пространстве. Как бы странно. Так что в этом смысле есть. Есть, ну, так вот, опосредованно, да. Ну, вот эта идея, да, существования и гнев, вполне может быть мной понятный, гнев, что меня там нету, да, меня с... Тогда нужно дождаться, когда стендаперы выйдут на пенсию и начнут жить на мизерную пенсию и рассказывать со сцены о своих трудностях, да, и тогда пенсионеры тоже себя почувствуют, что они есть и они представлены в этой жизни. Да, это такой вот телевизионный парламент, если мы говорим о представительстве телевизионный, медийный, да, какой-то ресурс. И вот сейчас в этом парламенте основное количество мест занято теми людьми, которые меня или там вас или Нину Федоровну не представляют. Это, конечно, вызывает чувство сопротивления, чувство возмущения. Почему не то, что нас там нету, да, почему нет наших представителей, почему она... Да, 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 как будто бы нас не существует не лично, а как классно они существуют, как людей такого же типа, группы, да, согласен. Какие-то вопросы собственной значимости, да, пересмотра собственной значимости? Я бы даже сказал, может быть, не о значимости, а о присутствии. Ну вот для меня... То есть присутствие... Сначала присутствие, а потом значимое или незначимое. Ведь присутствовать можно по-разному. Можно через запятую где-то там, ну, упомянули, и я слышу, да, вот как сейчас Алла говорит, ну, вот это... Кто-то ходит к психологам, то есть не сами психологи, например, выступают, и они присутствуют, да, кто-то ходит, ага, кто-то ходит. То есть какое-то взаимодействие с этой категорией есть. Да, эта категория прозвучала, вот, они есть. Но кого-то нет совсем, и об этом мы тоже слышим, читаем, гневные, может быть, какие-то моменты, да, нету трудяк или их мало совсем. Ну вот это противопоставление, я сейчас не хотел бы туда уходить, но на нем периодически говорят, да, что вот этот слом парадигмы произошел. Когда-то показывали доярок, заводчан. Ну, у всех, ну, как будто бы у всех, да. Сейчас как будто у нас остались одни, ну, артисты и артисты, ну, и еще, наверное, олигархи. Ну, вот такое мы, да, пока зеркало себе выстроили, немножко, наверное, или немножко гневаемся на него. Но, слава богу, люди пока есть разные, интересные, и спасибо, что вы звоните. Да, спасибо большое, Алла, за звонок. На мой взгляд, очень интересная такая у нас есть беседа сложилась. Спасибо. Да, и вот, конечно, вот этот разговор, я помимо этого все время думаю, как можно в этом поучаствовать, как можно мне поучаствовать, вам, может быть, поучаствовать, если это интересно. Да, как можно поучаствовать, во-первых, в том, чтобы быть, ну, хотя бы у себя, да, не обязательно в том пространстве. А, во-вторых, вот как, глядя на эту тенденцию успеха и соревновательности, ведь даже дело может быть не в том, что соревновательность – это плохо, это безумно хорошо, это дарит такие эмоции, да. Да, но у каждого свои какие-то планки, может быть, у каждого свои расчеты, если уж люди встают на дорожку, ну, такой спорт внутри жизни, это же тоже интересно. Люди тянутся, прокачивают свои способности. Другой вопрос, что в это можно заиграться и узнать, что ты бежал в течение какого-то времени, не знаю, на рабочем месте, еще где-то. Да, ты, может быть, достиг каких-то там показателей финансовых или еще чего-то, но жизнь твоя пустая, жизнь… Или кто-то бежал рядом с тобой и бежал быстрее, да, или он побежал в другую сторону, у него есть семья, дети, внуки. Ну, в общем, здесь, да, здесь масса вопросов, но то, что вот эта, да, фраза «нам предлагают бежать», я все время думаю, но кто нам предлагает? Ведь это мы сами себе предлагаем. Алексей, у нас немного времени до конца программы, и при этом у нас есть звонок. Замечательно. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста, как к вам можно обращаться? Меня зовут Марина, и мне хочется продолжить вот ту тему, которую сейчас Ау произнесла. Насколько я понимаю, мы с ней примерно одного возраста, и вот, слушая то, о чем говорила Минифестровна, какую тему она подняла, мне представлена картина, как будто бы есть мир, в котором представлены только дети. И вот одни дети и хвастаются тем, что у них есть, а другие дети и хвастаются тем, что у них нет. И вот в связи с этим у меня возникает такая картина того, что сейчас, в современном мире, не хватает взрослых людей, которые могли бы дать образцы, примеры другого поведения. И обиженными дети, и не хвастаются тем, как можно найти, вот как, о чем Ау, собственно говоря, вот это присутствие внутренности, когда каждый очень счастливый. — Да, ну хочется откликнуться, Марин. Я надеюсь, взрослые есть, может быть, их не так много, или они где-то в других местах пасутся и находятся. Но вот это вот, на ваше замечание, перевод в категорию взросление-невзросление, он такой интересный, в категорию вечной молодости, да, такой. У детства же это прелесть есть, прелесть вечной молодости, прелесть вечного цветения. Но есть и обратная сторона, да. — В данном случае, вот этот контекст я бы даже не звала с молодостью, а я бы звала именно с детством. — Детством. — То есть для меня это как яркие детские позиции. Тот, кто хвастается, и тот, кто завидует. Поэтому, ну, в чьем-то там определенность это обстоятельство. — Вот интересно, я понимаю, что у нас совсем мало времени, Марин. — Да, совсем мало. — Но вот я сейчас подумал, вдруг меня осенило, может быть, в следующий раз. Дети, у которых все есть и которые хвастаются, у них чего-то все-таки нету. Иначе бы они не хвастались и не выходили и не показывали. Видимо, у них чего-то очень категорически важного нету. Им нужны мы, те, кто смотрит и участвует в их хвастовстве. Вот что это такое? — Им нужны, скорее всего, те, кто им завидует. — Ну да, да, я про это говорю, да. Вот что именно, чего они именно лишены и что в данном случае не покупается за деньги, я бы про это подумал, может быть, в следующий раз как-то мы об этом поговорили бы. Спасибо вам. — Спасибо большое, Марин, за звонок. И такую интересную идею Марина предложила, на мой взгляд. — Да. — У нас время подходит к концу, пора подводить итоги нашей сегодняшней программы. Так она динамично, на мой взгляд, прошла. — Да, и вот спасибо Нине Федоровне, если вы нас продолжаете смотреть. Я надеюсь, мне очень хотелось присоединиться к вашим чувствам, к вашему гневу, к этой живой какой-то эмоции, которая, может быть, кажется, нет конца, но она сохраняет что ли человека в вас. Я чувствую, что она во мне сохраняет человека. — Спасибо, Алексей, за беседу. Спасибо нашим телезрителям, которые приняли участие в нашей программе, звонили, смотрели. Смотрите на следующий вторник. Всего доброго. — До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok